Коллеги, уважаемые эксперты, меня зовут Галисенко Ольга, это моя коллега Евгения Орлова и мы представляем АОНИ в химии Карпо. Начать мы хотим с краткой справки о нашем предприятии. Акционерное общество научно-исследовательский физико-химический институт имени Льва Якарпова был создан в 1918 году по решению председателя софтнаркома Владимира Ильича Ленина в городе Москва. Впоследствии, в связи с бурным развитием ядерной физики и химии, было принято решение в 1959 году открыть филиал в городе Обнинске, впоследствии который стал первым наукоградом России, а ныне это предприятие является главным. Соответственно в настоящее время основное направление деятельности это ядерная медицина и конечно социально важная продукция мы производим это фармацевтические субстанции и радиофармацевтические препараты для лечения онкозаболеваний. Заказчиками у нас являются клиники Российской Федерации и зарубежные партнеры наши. С 2019 года на предприятии ведется строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофарма препаратов по стандартам GMP. И запуск завода планируется осуществить в 2029 году. Ну хочется сказать пару слов про актуальность данной темы, поскольку теме социальной политики в последнее время уделяется все больше и больше внимания и по результатам исследования, которые проводила американская компания Comcommunications, 87% респондентов заявляли, что они готовы купить товар у компании, если она выступает за проблему, которая их волнует. То есть на текущий момент требования к коммерческим организациям в том числе ужесточаются. Недостаточно просто выпускать хороший продукт, необходимо также и заниматься социальной политикой. В России тоже этой теме уделяется все больше и больше внимания. Был запущен федеральный проект «Социальная активность», который как раз таки направлен на создание условий для развития и поддержки волонтерства. И госкорпорация «Росатом» также не может остаться в стороне от этой темы. И с октября 2020 года является пленом договора ООН, который называется UN Global Compact, который направлен как раз таки на развитие в сфере корпоративно-социальной ответственности и устойчивого развития. Ну и, конечно же, молодежь, она не смогла остаться в стороне от этого вызова. И в 2020 году на предприятии был создан молодежный совет. Вектор развития работы объединения представлен на слайде. И в дальнейшем мы озвучим основные аспекты деятельности и программы, по которым мы сейчас работаем, как молодежное объединение. Ну, в первую очередь хочется сказать, что именно силами молодежи реализуются и инициируются программы производственной системы «Росатома» на предприятии, которые направлены на улучшение рабочих мест. Во вторую очередь, наш молодежный актив активно принимает участие, участвует в различных отраслевых молодежных мероприятиях. Это и конгресс молодежных лидеров, и спортивные мероприятия, такие как Кубок атомной промышленности, кубки по мини-футболу, по волейболу и другие научно-практические конференции и молодежные форумы. Помимо этого, наш молодежный актив также принимает участие в мероприятиях, которые реализуются на уровне города, совместно с администрацией города Обнинска и на уровне области, Калужской области, которая тоже организуется администрацией. Здесь еще хотелось бы упомянуть, что в этом году в Обнинске был создан Совет молодых ученых и специалистов, которые также наши молодые сотрудники, в котором участвуют. Ну и теперь немножко о социальной ответственности. В Невхимне-Карпово при поддержке администрации предприятия, но силами молодежного актива, они как флагманы выступали, реализуется в 2021 году программа, направленная на работу с молодежью и развитие социальной ответственности. Вот на слайде представлены основные направления, входящие в эту программу. Направление действительно отвечает нужным, как города Обнинска, Калужской области и в целом по Российской Федерации, ну и, конечно же, связанное с нуждами нашего предприятия. Первое – это то, что связано с непосредственной деятельностью Невхимне-Карпова. Это проведение исследования по разработке лекарственных средств для пациентов в 18 лет. Но я думаю, что кто в теме, они знают, что там немножко другая процедура, другие требования, более высокие, чем к взрослым людям. Сейчас у нас два препарата, которые находятся в разработке и проходят стадию до клиники, уже прошли, соответственно, готовятся к клиническим исследованиям. Это диагностика заболевания щитовидной железы и терапия нейроэндокринных опухолей. Там активно участвует молодежь, но, конечно же, с привлечением экспертов предприятия мы в тандеме работаем. Дальше – это работа с молодежью города Обнинска, не только с Калужской областью вместе. Это работа с опорными вузами Росатома и Атении Аумифи, и другие вузы мы тоже охватываем. И средне-специальные учебные заведения. Сейчас вот есть такая проблема на предприятиях у нас, по крайней мере, в городе, что не хватает рабочих специальностей. Ну, не хватает специалистов для рабочих специальностей. Мы с этим тоже столкнулись, и так родилась идея заключить соглашение о сотрудничестве с СУЗами. Вот сейчас мы это активно делаем. Форматы абсолютно разные. Это дни открытых дверей, это лекции мы проводим по количественному. Ну, это почти ежеквартально проходит в разных форматах. И ребята к нам приезжают, и мы ездим на места. Дальше – это инициативная работа наша, молодежная. Ну, как бы в тандеме тоже с нашей администрацией мы выбрали класс. В Омниске много школ, и я скажу так, что Омниск, наверное, такой самостивный город, и очень много поддержки от Росатома. И в школе есть классы Росатома, ну, в некоторых школах. Но мы решили пойти непростым путем. Мы не выбрали именно класс, который принадлежит там Росатому, или как-то поддерживается уже предприятием. Вот. Мы выбрали школу, где, ну, не было Росатомовского присутствия. Это школа номер шесть. И сказали, дайте нам самый трудный класс. Нам дали его. Это пятый В. Ну, как бы начальную школу мы не брали, потому что там сказали, что, ну, лучше давайте не будем пока, потому что дети совсем маленькие еще. Вот. И уже работа целый год ведется. Проведено, тоже было принято решение, что в каждой четверти мы проводим с ними мероприятия. Это и спортивные мероприятия, это и всякие квесты, и викторины мы проводили, и дарили, конечно, подарки с нашим брендом. И рассказывали о нашем предприятии. И следующий такой большой пласт тоже освещался уже коллегами. Это волонтерская благотворительная работа с детьми из интернатов. Это не интернаты города Умницка. Мы в основном взаимодействуем с Калужской областью. И интернаты именно с детьми, с умственной отсталостью. Мы проводим различные мастер-классы, спортивные мероприятия, насколько это возможно, потому что все дети разные. И, ну, другие творческие активности. Также мы в этом, как бы, блоке работаем с малообеспеченными семьями. Тоже упоминали сегодня «Елку желаний». Вот. И прочие, как бы, активности, они расширяются по мере, как бы, вызовов, по мере проблем, которые городом выставляются перед нами или областью. Мы очень активно реагируем. И, ну, именно по волонтерству, на самом деле, очень активно предприятие и молодежь, как бы, всегда отвечают. А и дни донора мы проводим. Но это общая отраслевая акция. У нас, как бы, даже так мы симбиоз делали. И наши, ну, предприятия города приезжали к нам и сдавали, как бы, кровь. Вот. То есть у нас достаточно это на рельс уже поставлено работом. Да. И учитывая практический опыт нашего предприятия, не в химии, не Карпова, хочется сделать следующие выводы. Во-первых, именно молодежные изменения, они выступают неким таким драйвером повышения уровня социальной ответственности. Во-вторых, они способствуют увеличению количества реализуемых предприятием проектов, поскольку инициатива в основном идет снизу, ход молодежи, и реализуется тоже в основном молодежью. Она более активная, скажем так, и легче на подъем. Вот. И хочется так же сказать, что именно молодежь, она является флагманом в профориентационной работе, поскольку молодежь, понятно, молодежи, они общаются на одном языке и выступают отличным примером для молодого поколения. Ну и, кроме того, именно молодежные объединения, они способствуют повышению уровня лояльности, поскольку с помощью мероприятий мы освещаем нашу деятельность, деятельность наша становится понятнее горожанам, вот, и в какой-то степени меньше боязни все-таки к ядерной энергетике. Ну, конечно же, мы хотели добавить, что один в поле не воин, и действительно все, все вот эти масштабные, такие вызывные задачи, они делаются только в команде. И в команде не только с молодежью, но когда это привлечение идет административного ресурса и наших экспертов. То есть это более эффективно реализуется всегда. Поэтому мы благодарим вас за внимание и готовы ответить на ваши вопросы.